Всем привет, с вами Али Кру-Лава-Медиа и надеюсь, вы начинаете по-хорошему привыкать к тому, что каждую неделю мы делаем большой аналитический выпуск о самом важном событии за последние дни. И на этот раз таким событием, конечно, является визит Путина в Баку. Вокруг этого события возникло гигантское количество предположений, которые в принципе имеют под собой какие-то основания, но либо преувеличены, либо являются неверной интерпретацией. Ну, начнем с символических деталей. Чувствительным моментом для армянской аудитории стало посещение Путиным аллеи шехидов. Это место, где похоронены жертвы черного января 1990 года. Момент, когда советские войска жестоко подавили азербайджанскую оппозицию, но, к слову, так и не защитили бакинских армян, которых тогда уже грабили и убивали. Кроме того, там похоронены погибшие в первую карабахскую войну военные и мирные жители. Сама по себе эта часть программы не должна была никого удивить. Это место посещают все иностранные делегации. Если бы не публикация на сайте Кремля, где говорится, что Путин посетил просто вечный огонь. Телеканал RT даже сделал твит с пояснением, что Путин посещал мемориал в честь Второй мировой войны, но это совершенно не так. Если это была чья-то ошибка, то она непростительна, а если попытка подретушировать действительность, то она привела к обратному эффекту. Тем более сейчас, когда в Армении доверие к России снизилось до исторического минимума. Впрочем, давайте от церемониальной части визита, которая, кстати, включала еще и посещение православного храма, перейдем к его реальному содержанию. Во-первых, визит породил настойчивые слухи, что Баку станет новой переговорной площадкой для России и Украины. По всей видимости, такие предположения базируются на том, что Путин въехал туда как-то неожиданно и прямо на фоне разворачивающегося наступления украинских войск на международно признанной территории России в Курской области. Хотя кто-то уже говорил, что смысл визита просто перебить чудовищную для Кремля информационную повестку. Шутка ли? Впервые с 1944 года часть населения России живет под иностранной оккупацией. Есть и другой аргумент для версии про посредничество Азербайджана, на наш взгляд, более весомый. Во время Шушинского медиафорума, который мы обсуждали в прошлом выпуске, Алиев, по сути, призвал Украину заморозить конфликт без возвращения всех территорий под свой контроль, как это сделал Азербайджан в 1994 году. Насколько я наблюдал, предпринимается множество попыток посредничества. Но, конечно, это будет зависеть от готовности обеих сторон к переговорам. Я думаю, что разговаривать всегда лучше, чем не разговаривать. Во время нашего противостояния с Арменией, если можно провести аналогию, у нас был непрерывный процесс. Да, он был безрезультатным, но это был процесс. Бывшая минская группа, хотя нам не нравилось то, что они делали, и мы абсолютно справедливо не любили их, но это был процесс, переговоры. Я встречался с лидерами Армении несколько раз, включая нынешнего лидера, его предшественника и предшественника его предшественника. Мне пришлось это делать. Эти два предшественника были непосредственно причастны к военным преступлениям против азербайджанцев, включая геноцид в Ходжалы. И вы можете представить, что для меня было неприятно пожимать им руки, но ради мира и освобождения территории. Как президент я должен был отбросить в сторону все свои чувства и эмоции. Когда вы находитесь в таком положении, вы должны оставить свои эмоции за дверью. Помогли ли эти встречи восстановить нашу территориальную целостность? Я думаю, да, это нам помогло. Не хочу вдаваться в подробности, но думаю, многие поймут. Это нам помогло, и мы вернули земли, когда были готовы это сделать. Было также время, когда нам пришлось согласиться на прекращение огня. Это было в 1994 году. Поверьте мне, это было нелегкое решение. Неоднократно, когда мои гости из западных стран спрашивают меня, как это можно разрешить, я говорю, что мой отец любил Азербайджан не меньше, чем я или любой другой азербайджанец. Но он согласился на прекращение огня в мае 1994 года и спас страну, потому что в то время у Азербайджана фактически не было регулярной армии. Он только начал ее создавать. То есть Алиев как бы говорит, вы думаете, мой папа хотел отдавать Карабах и еще всем районам армянам? Хотел признавать, что сейчас Азербайджан не в силах ничего сделать с потерей Агдама, Физули и Зангелана? Но, как видите, это привело к успеху через 30 лет и точно так же может получиться у Украины. Если рассматривать этот совет по существу, то он звучит сомнительно. Даже в 1994 году Азербайджан осознавал свои преимущества, растущее молодое население и, конечно, продажи углеводородов. Именно это в конечном итоге и стало причиной успеха. В свою очередь медианный возраст в Украине сейчас около 40 лет. Никакого роста населения не ожидается. И даже наоборот, если будет заключено перемирие и открытые границы, уедет еще больше людей из тех, кого не выпускают сейчас. Разрушенная война экономика, конечно, может восстановиться, но вопрос, когда и какие для этого есть ресурсы. Таким образом, при всем сочувствии Украине сложно представить, что она будет готова к реваншу спустя условные 20 или 30 лет. С политической точки зрения заявление Алиева звучит именно как заявка на посредничество. И Алиев в целом мог бы с этой ролью справиться, как человек, которому доверяют и Зеленский, и Путин. Каждый по-своему, конечно. Конечно. Впрочем, если Баку и станет посредником в разговоре об окончании войны, то когда-нибудь потом, потому что сейчас предпосылок для переговоров между Россией и Украиной по-прежнему не видно. Тем не менее, происходит кое-что очень важное, что напрямую относится к Азербайджану и газоизмерительной станции в российском городе Суджа, который на данный момент Россией не контролируется. Приготовьтесь, потому что это ключевая тема выпуска. Мы начнем ее издалека. Есть популярное мнение, что Азербайджан помогает России обходить санкции за счет своповых поставок газа. Это звучит весьма логично. Москва действительно передает Баку определенный объем газа, который позволяет Азербайджану продать побольше на европейский рынок. Но, как вы считаете, какую долю этот объем должен составлять от довоенных поставок? Газпрома. Ну вот, чтобы такая схема была достойна нашего внимания. Скажем, если бы за счет Азербайджана Россия компенсировала себе 30 или хотя бы 20% от того, что шло в Европу раньше. Так вот, до войны Газпром продавал в Европу около 180 миллиардов кубометров газа в год. Азербайджан, достроив трубу до берега Италии, тоже начал свои поставки, но, конечно, в более скромном объеме. Лишь в этом году, если для Баку все сложится удачно, экспорт может вырасти до 12 миллиардов кубометров. А раньше он был на уровне 5-6 миллиардов. Все остальное забирала на себя Турция. А сколько же составляют поставки газа из России в Азербайджан? До одного миллиарда. Например, в 2023 году всего 800 миллионов кубометров. Позволяет ли это Баку лучше выполнять контрактные обязательства перед Европой? Да, но есть ли здесь задача обхода санкций? Вряд ли. Скорее, такие поставки позволяют компенсировать сезонные скачки потребления топлива. Например, вы договорились поставить 10 миллиардов кубометров. Но тут пришла холодная зима, и ваши собственные граждане потратили больше, чем вы рассчитывали. Что же теперь продавать в Европу? Да вот тот самый российский газ. Но сама цифра, 800 миллионов кубометров, это ничтожно мало с точки зрения глобального рынка и менее 1% от довоенных поставок Газпрома. Тем не менее, Путина в Баку сопровождал глава Газпрома Алексей Миллер. В компании Газпром и Сакар договорились о расширении сотрудничества. Зачем? Сейчас объясним. Ирина Анатольевич, Виктор Владимирович, я вас приветствую. Вы обратились с инициативой о проведении такой встречи. Вы помните, что происходило на этом видео? Друг Путина Виктор Медведчук и лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко приехали на прием к Медведеву и главе Газпрома Алексею Миллеру в марте 2019 года, когда мы еще и не знали, кто станет очередным президентом Украины. Порошенко, Зеленский или вообще Юлия Тимошенко. Зачем? Чтобы договориться о продлении договора о транзите российского газа через Украину еще на 5 лет. Таким образом, прокремлевские политики хотели, во-первых, набить себе политические очки, а во-вторых, подстраховаться. Ведь если на выборах победит Петр Порошенко, то заключить такой договор будет уже невозможно. Ну или как минимум непросто. На тот момент Москва активно строит Северный поток-2. И теоретически она могла бы наказать Украину, лишив ее газового транзита. Но договор был продлен. Таким образом, Москва хотела показать украинскому избирателю, что делать выбор в пользу лояльных ей людей, значит обеспечивать себе стабильность. Спустя три года после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. И для Медведчука это закончилось вот так. А для Юрия Бойко не так плохо. Он остался в Украине и даже продолжает политическую деятельность, несмотря на запрет его партии. Но в первые дни войны с ним вышла такая история на блокпосту в Киеве. Бойцы террабороны попросили его сказать. Путин хуйло. И он, в общем-то, смотрите сами. Ну а что затем случилось с северными потоками, вы, думаю, знаете. Датское энергетическое агентство сообщает, что один из двух прорвавшихся газопроводов в Балтийском море, по-видимому, прекратил утечку природного газа. По данным компании, эксплуатирующей Северный поток-2, давление в трубопроводе, который проходит из России в Германию, стабилизировалось. А это значит, что газа там больше не осталось. Полагаем, что после недавней публикации газеты Wall Street Journal, можно уже с уверенностью сказать, что это была украинская диверсия против стратегической для России инфраструктуры. Хотя до конца факты не подтверждены. И вот мы дожили до августа 2024 года. Заключенный в 2019 году договор на транзит российского газа через Украину истекает. В Киеве прямо заявляют, что не намерены его продлевать, а из альтернатив для прокачки газа в Европу только турецкий поток. Через него газ идет в Венгрию и Сербию. Но есть еще страны, которые зависят от российского топлива. Это Словакия, Австрия, Италия и, как это ни парадоксально, сама Украина. Напомним, что Киев отказался от поставок Газпрома лишь номинально. А по факту тот самый газ страна покупает у словацких трейдеров, которые в свою очередь получают его из России. В итоге все эксперты полагают, что продолжение поставок через построенные еще в советские времена газовод Помары-Ушгород нужны. Несмотря на то, что доходы от него прямо помогают Путину продолжать войну. Но как же их можно организовать, если Киев отказывается это делать, а газоизмерительная станция Суджи в Корской области, через которую весь этот газ идет, оказалась под контролем ВСУ. Ну, конечно, нужен посредник, который исключительно формально купит газ у Газпрома на одном конце и перепродаст его европейским трейдерам на другом. И таким посредником, судя по всему, выступит... Да, азербайджанская государственная компания Сакар, которая, как мы уже сказали, тоже продает газ в Европу. Но как это возможно? Будет ли газ физически поставляться сначала в Азербайджан, а потом обратно в Россию и через Украину в Европу? Или это ни к чему? Об этом мы спросили эксперта в области торговли углеводородами президента Института энергетики и финансов Марселя Салихова. Это, собственно говоря, другой механизм. То, что мы с вами обсуждали, это все-таки продажа реального газа через южный коридор. Условно говоря, там Азербайджан поставляет свой газ Европу, допустим, чуть больше. Даже если покупает российский газ, то это физический газ перемещается. Здесь речь идет о том, что продается также российский газ. Азербайджан не поставляет какой-то свой газ через территорию России, Украины и так далее. Речь идет абсолютно о таком, ну, неком виртуальном перемещении, да, ну или просто организации контрактных отношений. Да, действительно, в конце 2024 года истекает транзитный договор, вот, между Россией и Украиной, который действовал с 2019 года. И, соответственно, украинская сторона неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать. И возникает неопределенность относительно того, что будет дальше. И, ну, украинская сторона тоже официально сообщала, мне кажется, вот в июле глава Нафтогаза Украины говорил о том, что у них были некие переговоры с азербайджанской компанией Сакар, вот, которая готова выступить некоторым посредникам. И, собственно, ну, здесь каких-то деталей, ну, очень мало, видимо, ну, были какие-то переговоры, вот, каких-то официальных заявлений по этому поводу нету, но, как я понимаю, общий смысл сводится к тому, что, ну, собственно говоря, допустим, может быть использована схема, когда Газпром продает, ну, некоторому посреднику газ на границе с Украиной, вот, соответственно, этот посредник обеспечивает транзит газа через территорию Украины и продает каким-то конечным покупателям в Европе. То есть формально Украина не взаимодействует с Газпромом, Газпром не взаимодействует с Украиной, вот, а есть некоторые удобные относительно для всех посредник, вот, в лице, там, азербайджанской, допустим, компании Сакар. Рынок углеводородов на фоне войны – это весьма циничная вещь. Это касается не только России и Украины. Мы в одном из прошлых роликов говорили, что на фоне боев в секторе Газа Турция, которая поддерживает палестинцев, все же продолжает снабжать топливом Израиль. Азербайджанским топливом, которое загружалось на танкеры в турецких портах. Точно такая же странная история из газоизмерительной станции Суджа. Вроде бы город не контролируется или частично не контролируется Россией. Украинские военные выкладывают видео с его улицы, даже организуют пресс-туры для иностранных журналистов. Есть даже такое видео. Стратегичный объект Газпром вместе с Суджа контролируется 99-м механизованным батальоном 61-й окремовой степовой бригады. Но прокачка газа продолжается. К удивлению многих, еще до прихода украинских войск там прямо работали двое сотрудников украинского нафтогаза. А сейчас, судя по всему, остаются сотрудники Газпрома. Данные, которые у нас есть, с европейской стороны, они показывают, что газ прокачивается. В районе 8-9 августа прокачка через Суджу несколько снизилась. Но сейчас она, по сути, восстановилась на те объемы, которые были в июле. Это примерно 40 миллионов кубометров в сутки. И такие же объемы проходят через Суджу в последние дни. Поэтому, собственно говоря, газ продолжает транспортироваться по территории Украины. И, наверное, Украина тоже заинтересована в том, чтобы газ продолжал все равно идти. Даже если напрямую сейчас российская сторона не контролирует Суджу и, собственно говоря, это в великую станцию. Впрочем, даже если принципиальное согласие на такую схему от правительства Украины есть, в самой Украине это принимают не все. Последние несколько дней азербайджанские СМИ только и делают, что отвечают на нападки в адрес Баку от украинских журналистов или политиков. В Киеве появляются вот такие заголовки. А еще известным стало видео с националистом Дмитро Корчинским, лидером батальона Братства. Как нам поведомляют, Сокар, компания азербайджанская, подписала с Газпромом угоду про расширение стратегического партнерства. И у нас есть много заправок Сокар. Я закликаю вас не користоваться этими заправками. Мы после этого подписания угоди, взагалі, мы должны требовать от украинского уряда переглянуть все эти лецензии Сокару. И, мабуть, нужно, чтобы они прибралися из Украины, эти добрые люди, с своими заправками. Конечно, нам тяжело что-то опонировать, потому что Украина же тоже співпрацюет с Газпромом. Мы газпромовский газ перекачиваем в Европу по газопроводам через украинскую территорию, отже, и беремо от них деньги и даемо им возможность заработать. И это абсолютно пидла ситуация. Но себе карати тяжело, а Сокар покарати легко. Вот его нужно покарати, все-таки, цей самый Сокар. Что-то азербайджанцы останнім часом дуже любят Путіна, дуже якось с ним цілуются, Ильха Малиев цілуется дуже сильно с Путіном, Сокар співпрацює с Газпромом. И, мабуть, найменше, что мы можем в цьому смысле сделать, то это отмогаться от этих заправок. Заметьте, такую реакцию Корчинского вызвали не слухи о готовящемся контракте, о котором он, судя по всему, не знает, а сам факт подписания документа о партнерстве между Сокаром и Газпромом. Когда процесс обсуждения транзита зайдет дальше, в Украине будет еще больше возмущения. В Баку, кстати, уверены, что это кем-то инспирировано, то ли какими-то газовыми трейдерами, которые могут остаться неудил, то ли даже Россией, хотя это уже, конечно, конспирология. Но была и еще одна тема визита Путина в Баку, которую явно стоит упомянуть. Это Иран. И в частности, коридор Север-Юг, который стратегически нужен России для доступа к портам Персидского залива. Это вот такой маршрут. Гугл построил его по автомобильным дорогам, но России нужна железная, а ее пока нет. Не готов участок от Азербайджана-Иранской границы до иранского города Решт. И ее завершение – общее дело России, Баку и Тегерана. Но все-таки, если дорогу надо строить в Иране, то при чем тут Алиев? Об этом мы спросили востоковеда Мариану Беленькую. С Ираном, опять же, все вопросы в теории решены. Мы ждем подписания критерического соглашения между Россией и Ираном. И единственное, что с Ираном сейчас там меняется правительство, сменился президент, и даже если все было решено с предыдущим правительством, какие-то вещи надо будет заново проговаривать с новыми игроками. Хотя стратегии Ирана не меняются, но ты сам понимаешь, что если, как сказать точнее, если меняются игроки, то всегда есть свои нюансы, свои приоритеты у Ирана в том числе. И придется какие-то вопросы обсуждать с нуля. Ну а дальше, соответственно, логическое сотрудничество, дальнейшее развитие. Я напомню, кстати, что последнее, что сделал в своей жизни президент Рейси покойный, это был его визит, его встреча с Алиевым на Ирано-Азербайджанской границе. И, собственно, если с Ираном продолжить проговаривать, и важно убедиться, что, во-первых, Азербайджан готов тоже сотрудничать с Ираном, продолжать сотрудничать с Ираном, и развивать отношения с Ираном, как бы ни складывалась ситуация в дальнейшем. Это тоже важно. Хотя в официальных источниках это указано не было, не исключено и то, что Алиев и Путин обсудили общую ситуацию на Ближнем Востоке. Азербайджан – это не только сосед Ирана, но и уникальная мусульманская страна, которая поддерживает очень близкие отношения с Израилем. Я даже сказала не просто тесные связи, но это и военно-техническое сотрудничество. Израиль поставляет оружие Азербайджану, что вызывает, как мы помним, большое недовольство Армении. Ну, это очень такой сложный, действительно, узел. И Израиль пользуется Азербайджаном, как, собственно, Азербайджаном, много-то пользуются, как такой базой для встреч разных, не встреч, а для работы разных спецслужб, потому что близко Ирану, близко много других стран пересечений. Плюс есть, опять же, недовольство Азербайджанское население, большое азербайджанское население в Иране, и с ним можно работать. И Израиль, видимо, этим тоже пользуется. Поэтому Иран действительно очень осторожно относится к Азербайджану. И да, все время, когда возникает напряженность между Израилем и Ираном, идет речь, что Иран может наносить удар не напрямую по Израилю, а по его каким-то объектам вне Израиля, по еврейским центрам, по посольствам. Вот сейчас упомянулся какие-то военные базы, секретные базы. Всегда упоминают Азербайджан. В принципе, насчет секретных баз не скажу, но то, что посольство Израиля в Баку считается одним из самых уязвимых мест, и всегда же там ждут атаки или теракта, это действительно так. Когда была апрельская напряженность между Израилем и Ираном, именно во многих посольствах принимали усиленные меры безопасности. И вот в первом списке, где опасались атаки, было как раз посольство Израиля в Азербайджане. Действительно, недавно газета The Telegraph даже сообщила, что Тегеран якобы рассматривает возможность удара по азербайджанской территории, а именно по неким секретным военным объектам Израиля. Есть такие объекты или нет, к слову, доподлинно неизвестно. Судя по всему, речь идет лишь об очень небольшом числе военных инструкторов и инженеров, которые помогают разбираться с израильской техникой, например, с дронами. Но Марианна Беленькая вспомнила недавний визит другого российского представителя в Азербайджан, уже не министра обороны, а секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Он, кстати, побывал и в Иране. Для чего? Может быть, заверить азербайджанцев в том, что Иран не будет использовать их территории для атак Израиля, что Азербайджан не станет местом разборок между этими двумя странами. Возможно, Сергей Шойгу нес такое послание. Возможно, наоборот, была просьба к Азербайджану не участвовать в израильских играх. То есть тут очень много всего завязано. И я думаю, безусловно, между Путиным и Алиевым шла речь и в том числе и о ситуации, напряженной в регионе. Ситуация и вправду выглядит так себе. После того, как в Тегеране был убит один из лидеров Хамас Исмаил Хания, Иран пообещал жестко отомстить Израилю, но этого до сих пор не произошло. Было несколько ночей, когда уровень тревоги был максимальным. Все ожидали худшего. Но, может, если до этого до сих пор не дошло, то и опасность миновала? Мы по-прежнему ждем удара. Его может и не быть, а может быть. Иран играет такую психологическую войну, держа всех в напряжении. Это один момент. Плюс Ирану тоже не очень хочется вовлекать себя и подставлять себя напрямую. Поэтому все больше и больше склоняются к версии, что все-таки он будет действовать через своих прокси. Это либо удары Хизбаллы и проиранских сил в Ираке, в Сирии, плюс Хуситы. То есть они какие-то более серьезные удары нанесут, чем это происходит сейчас. Либо это, опять же, версия терактов на территории третьих стран. Но мы ничего не можем исключать. Сейчас немножко затишье, потому что Иран согласился взять паузу на тот момент, пока идут переговоры о прекращении огня в секторе ГАЗа. Чтобы их не подрывать, чтобы еще больше не усугублять ситуацию. Если в теории, хотя очень сомнительные эти переговоры удадутся, Иран может сказать, что вот ради палестинцев я отступаю от мести, но мы победили, мы надавили на Израиль, Израиль пошел на уступки, война в ГАЗе закончена. Но это очень такой сценарий, пока нереальный, потому что стороны не соглашаются идти на компромиссы, имею в виду Хамас и Израиль. И вот-вот переговоры могут быть прерваны, и тогда опять все взоры обратятся на Иран, что он будет сделать дальше, потому что много было громких слов, пауза понятна, а вот что дальше, дальше Ирану, чтобы не потерять лицо, надо будет как-то отвечать. В завершении нашего выпуска можно прокомментировать еще один момент, который обсуждали в Армении. Якобы этот визит Путина окончательно сделал Азербайджан главным союзником России на Южном Кавказе, а Армения оставлена в стороне. Это так и не так. К сожалению, для Еревана Путин всегда воспринимал Азербайджан как весомого и влиятельного игрока, с которым можно строить взаимовыгодные экономические отношения. А к Армении относился в духе, ну куда она денется. Примерно как к Белоруссии, только еще хуже, ввиду того, что страна маленькая и окружена врагами. Правильнее было бы говорить, что Россия воспринимала Армению не как союзника, а как сателлита. Утрата этого статуса, пожалуй, пойдет Еревану только на пользу. Что же касается союзничества с Азербайджаном, то оно, по всей видимости, действительно выстраивается, но лишь в торговле и логистике. Свою структуру безопасности Баку будет держать от Москвы подальше. Как вы помните, когда в Карабахе были российские миротворцы, у армян были к ним свои претензии, а у азербайджанцев свои. И самое последнее на сегодня. Разумеется, мы следим и за историей с основателем Телеграма Павлом Дуровым, который был задержан во Франции после посещения Азербайджана. Мы обсудим его судьбу в ходе ближайшей летучки релакантов в эту среду. В этом же ролике мы говорить о нем не стали, потому что на момент выхода у нас нет ни одного достоверного свидетельства, что его задержание ну хоть как-то связано с темой нашего выпуска, то есть с визитом Путина в Баку. Да, есть предположение, что в Баку Дуров мог увидеться и что-то обсудить с Путиным, но Кремль утверждает, что встречи не было. Разумеется, это не тот источник информации, которому мы доверяем, но неизвестно ни одного свидетельства, которое бы доказывало встречу. Ну кроме самого факта нахождения в одной стране в одно время, а это вероятность, ну где-то 50 на 50. Будем ждать развития ситуации. Это был очередной обзор от Алик.ру-лава-медиа. До встречи.